Кирилл, не торопись. Аня, Соня, Аделя. И такие успехи всего спустя два месяца тренировок. В упаковке нового фитнес-направления прыжки со скакалкой вернулись в Россию. Рубскиппинг в Барнаульский детский сад номер 215 принесла Татьяна Лункина. Можно сказать, что мы стоим у истоков зарождения спорта данного в Российской Федерации. Я занималась год. У нас есть команда в Алтайском крае, есть своя федерация, которая открыта тоже с 1 октября 2019 года. У нас есть президент федерации рубскиппинга. А 215-й детский сад стал своего рода платформой для развития рубскиппинга в крае. Пока это эксперимент. Но если в новой спортивной федерации разрешат выводить детей на соревнования уже с 6 лет, то маленькие спортсмены готовы. Не торопись. Да, ножки. Ножчиком-ножчиком дыши. Молодец. Вообще, когда Татьяна Сергеевна принесла это направление нам, оказалось, что скакалка, прыжки через скакалку, они есть в образовательной программе. Просто мы их интерпретировали в несколько другую форму, и она стала гораздо интереснее и ближе детям. А вам нравится вообще заниматься? Да. Почему? Можете рассказать? Потому что там нам весело и хорошо. А мне, потому что я вырасту, и пойду в спорт. Рубскиппинг может стать хорошей прививкой здорового образа жизни. Динамичный и при этом, как уверяют тренеры, не травмоопасный. А главное, интересен детям. Впереди у подготовленных малышей любой спорт. Да и скакалка в умелых руках – фитнес-тренажер. Раз, два. Раз, два. Это все, чтобы сделать это, чувак. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.